Всем привет! Это первая серия ремонта двухкассетного советского маяка. Красивый индикатор, да? Начало ремонта положено. Думаю, будет несколько серий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ремонт магнитофона маяка я решил начать с двигателя. вот эта плата вот несколько советских конденсаторов которые выпаял этих всего четыре штуки 3 4 чтобы узнать их номинал пришлось сначала их выпаять 33 микрофарада этот был был вот здесь вот он был сверху и на его место пойдет вот такой 16 33 также здесь пока еще его не выпаял большой 470 на 6 3 вольта 470 микрофарад я имею ввиду именно такого сожалению купить не удалось купил 470 10 вольт не знаю плохо так хорошо знаю что меньше в этажом как бы нельзя ставить больше можно так что раз два три четыре эти две они здесь другой вот там вот был собственно говоря сначала перепаяю их потому что есть подозрение что дело все именно в кондерах поскольку движок этот стартует и тут же тормозит нас заведомо рабочий 2 деке маяк движок с неё я подсоединял включается подсоединял этот к той деке старт стоп старт стоп надеюсь какой-то из конденсаторов в этом виноват всего лишь навсего сейчас перепаяю и проверю перепаял получилось что получилось 1 2 3 4 как смог сейчас дорожки еще вместе сорвало пришлось ножку конденсатора чуть-чуть сделать длиннее и припаять дальше его сейчас так раз два три и четыре места спортиком ототру чтобы убедиться что нигде случайно не замкнул дорожки проверю получилось или нет если нет кстати говоря то есть если дело было не в кондерах мне придется менять всю плату целиком от другого магнитофона использовать плату то есть надо будет тогда вот эти все десять проводочков по одному перекидывать как то так ну что же я подсоединил плату как видите вот он двухкассетника движок и включение в розетку и вот мы смотрим крутится выключаем все нормально еще раз починил получается значит все дело действительно было конденсаторах которые я перепаял дальше понятно да нужно собирать обратно тот магнитофон который у меня все еще на столе лежит разобранным и до конденсаторов и также накупил для замены здесь то есть вот плата откуда сходится так понимаю магнитной головки несколько конденсаторов здесь видно уже ранее кто-то менял поэтому я посмотрел все номиналы и какие были в продаже купил не все все купить и невозможно к примеру здесь есть такие хитрые кондеры советские что-то вроде 20 микрофарад или 5 микрофарад не выпускают таких соответственно 20 можно заменить на 22 5 микрофарад но только на 47 потому что следующий номинал там идет уже 10 микрофарад а кстати 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 по этой плате здесь вот четыреста семьдесят шести три вольта был а я поставил на 10 вольт ну не было на шести три вы сами видели все работает продолжая ковыряться дальше если спросите меня почему я долго не начинал ремонт пусть прошло несколько недель то есть сразу мне не удалось их купить к тому же удалось купить не все десятка полтора их то и предстоит заменить это это далеко не все что нужно то есть вот я основные вот с этой платы здесь по заменять кондеры на основной плате но есть еще и дополнительные платы то есть там блок питания там две платы короче какие то еще движок я уже отремонтировал дальше еще десятка полтора опять же это не все то есть некоторых я не смог купить нужное количество некоторых я рассказал позиции просто не было или там 200 микрофарад а я не знаю есть такие конденсаторы вот нужно мне их две штуки 200 микрофарад 200 микрофарад 6 и 3 вольта опять же в продаже такого именно не было но потихонечку дело продвигается в дальнейшем предстоит еще полировка шлифовка то есть если обратите внимание на тон вал какие то на нем следы имеются на как бы на одном на втором то есть это предстоит зашлифовать с обратной стороны туда куда прижимается туда куда прижимается собственно говоря прижимный ролик тоже небольшие следы ржавчины то есть эта полировка также хотелось бы вот эту пластиковую детальку как-то отполировать чтобы она была покрасивее выглядела что ли да не знаю вроде как на ощупь она хоть видны стыки склейки на пластике ну вроде как не чуть-чуть цепляет то есть я ногтем так проверяю какой-то такой след от шва имеется сами понимаете не любые неровности и шероховатости все это может влиять на на детонацию когда прижимной ролик в общем пока ничего не включал только движок починил предстоит еще работа с этим также все крутилочки как это называется потенциометры да то есть ну мне есть специальное средство которое снимает окислы то есть надо будет их смазать почистить чтобы когда они крутятся все это не хрипело в общем это была первая серия вы поняли продолжение следует продолжение следует